Всем привет! С вами Светлана на своем канале Светлый обзор. Вчера я начала собирать грезовый сок. 9 апреля 2020 года. Сегодня у нас 10 апреля и хочу показать сколько сока у нас получилось за сутки. Количество сока зависит от размера и возраста самого дерева, от его здоровья, то есть от здорового дерева и большого диаметра зависит сама сладость сока. Чем толще дерево, тем сок должен быть слаще. Если дерево поражено какими-нибудь грибковыми заболеваниями, то соответственно и сок будет у нас тоже неприятный на вкус и даже нежелательно его употреблять. Ну вот, смотрим, какие мы начинали. Я бы не сказала, что сколько тут меньше литра, наверное, получилось сока. Вот, кстати, он у того почти 4 литра, я смотрю. Это который я не снимала, я еще дополнительно повесила две банки. Здесь что-то совсем мало. Не знаю почему. Так, сейчас посмотрим те, которые... Что-то там вообще одно, прям аж очень наполненное. Прямо 4 литра. Но такое тоже бывает, то есть там все по-разному. То есть с одного березы, с одной березы, но я бы не сказала, она вроде такая же. Смотри. Слушай, а вот здесь почему-то они вот здесь, тут вообще вот... он еще капает и капает и капает. То есть с одной березы, чтобы без урона не принося вреда самой березке, максимум двое... А эта отсоединилась. Две-три суток все отсоединилась. Ой, вылетела. Накапала, наверное, от тяжести повисла, да, и отсоединилась. Да, вот если получается все равно... Вот у этих берез почему-то... Ой, моя воронка упала. У этих берез почему-то больше, чем на тех. Даже непонятно почему. Но, как говорят, что с одной березы можно собрать от 4 до 9 литров. Вот в сутки, получается, тут у нас... Тут у нас, правда, соседи там тоже собирают. Тоже... Я смотрю, уже один мужчина уже второй день подряд тоже раз-раз бегает с этими банками. Ну вот, смотрите. Даже как-то такой вот очень много получилось сок. Сейчас я его перелью через воронку в бутылочки. Я взяла пустые. Вот прикручу обратно баночку. А завтра уже замажу отверстие... Отверстие замажу садовым варом. И на целый год березка будет моя отдыхать. В следующем году в эту же березку я смогу, например, от этого расстояния, вот это расстояние, немножко в стороне сделать. Или в ту сторону, или в эту сторону. 10 сантиметров отступя. Также начать собирать сок. Еще хочу сказать важное для березки... А, ну вот он как раз и ходит. Вот мужчина, сосед. Вон он ходит. Он просто взял вот трубочку, смотрите. Ставил. Мы так тоже хотели, но и нашли подходящую трубочку. И раз и поставил. Ничего подвешивать не надо. И вот у нее капает на второй день. Даже не второй день, а вчера вечером брался. Да, и сегодня утром. И вон, смотрите, опять все наполненное. Вон и вторая бутылочка тоже. И ничего привязывать не надо. А у нее, смотри, у нее получается... Он сделал... Видишь? Вторую дырку заделал, а из этой... Из этого... Она неплохо капала. Нет, из той отверсти... А, ну может быть, да. То, что... Из того же отверстия получается... Тоже, видишь, сколько натекло мимо. Хотя, вот, смотрите, сколько... Ну, не знаю, от вчера он был с двумя, да, бутылями вот этими. Ну, наверное, потому что она, во-первых, плотная. Эта резиновая трубка встает, чем пластмассовая облегает. Так что... Так что... И резина, она... Я вот думаю, это... Пластик там жесткий. Ну, да. А резина, она как бы мягенькая. Ну, я и говорю, она плотнее туда встает. Ну, вот. А то я вчера подумала, что мужчина побежал с моими бутылками сок. Я их только-только повесила, а потом смотрю из окна. О-о-о! Мой сок несет! Ой, мои бутылки забрал! Как же так? Ну, тут всегда собирают березовый сок у нас. Потому что пользуется... Все-таки березовый сок, он очень целебный, полезный. И в медицине, и в косметологии. Включая тоже те же листочки. Но весенний сок от многих заболеваний. Я их под видео перечислю, напишу. Если кому это интересно, информация. А в дальнейшем буду выкладывать рецепты с приготовлением всех напитков, сквасов из березового сока. Ну, да. Выскочила. Вот поэтому лучше трубочки все-таки. Но у нас... Потому что это все-таки ручки ручками. Ну, а так она наберется. Сейчас наберется, а то, может, она и подсохла. Уже. Да, похоже. Наверное, она подсохла. Надо будет тогда сейчас садовый вар принести и замазать. Тут уже... Ладно, пускай пока она присоединена будет. Ну, а что, пробовать-то будем? Сок-то? Да. Прямо с бутылки? Только на менее полезных. То есть на мне проверять будешь, да? А чего он? Что-то никогда с березовым суп не пил, что ли? Я его пила в последний раз в детстве. Ну, так давай. С удовольствием сейчас. А из горла как-то... Как-то не это. Нет уж, давай дома. Выпьем из стаканчика. Не, ну вот это меня, правда, радует. Но... То, что я тебе говорю уже. То, что я... Это отверстие. Видишь? Может, поэтому она... Что ты говоришь? Жечь нечего. Смотри, сколько всего. Я знаю все это. Я вчера уже об этом подумала. Что вот это все собрать. Знаешь, как будет здесь... Во-первых, зона такая будет очищенная. Очищенная будет. И не ходить, не спотыкаться. Тем более, тут столько грибов у нас растет. А то будем спотыкаться. Шишки собирать. А грибы. Шишки собирать, а не грибы. Шишки на лбу будем собирать. Вот. Ну, вот такая вот у нас продуктивность нашего сока. Так что старайтесь не на силу эти березки. Достаточно 2-3 дня подержать. Итак, и еще сок хранится в холодильнике 1-2 дня. Ну, то есть до двух суток. Если хотите сохранить целебные свойства сока, то лучше и сок заморозить. Сохраняются все витамины, полезные свойства. Вот так вот. Так что... Не надышишься этим свежим воздухом никак, да? Нет. Все, решили мы эту березу не насиловать. Сейчас я ее замажу, отверстие. И перевезем в другую. Так. Сейчас. с обычным садовым варом. Вот. На резкость есть там. Вот так вот. Обычным садовым варом. Если кто, у кого нет садового вара, то можно плотненько, чтобы плотно замазать это отверстие. Так, наверное, головой опять пластилином или воском. Плотно-плотно прям. Чтобы мы могли. Давай вот эту вот дырочку. Наша березка. Чтобы эти рамки не попали. Ни грибки, ни бактерии никакие. Так же, как садовые деревья, мы замазываем все рамы плотно-плотно. И пускай тогда она у нас заживает до следующего года. А в следующем году тогда уж посмотрим. Чтобы у нас весь сок не вытек. Если сок весь вытечет, то наша березка высохнет. И мы можем с ней распрощаться. И упадет нам на забор. Нет, на забор не упадет, но она погибнет. Не хотела, чтобы эти березки погибали. И отверстия, когда будете делать, старайтесь большие не делать. Отверстия, чем меньше, тем лучше. Кто-то надрезы делает, кто-то под корку как-то надрезает. И что для дерева вот такой вот сбор березового сока не опасен. Потому что дерево с каждым годом, оно получается еще больше начинает вырабатывать вот этот самый березовый сок. Все, и то второе, которое у нас тоже вылетело. Трубочку тоже замажем. Березовый сок Можно не ограничено. Вместо чая, компотов и воды. В течение всего сбора березового сока. Пить его лучше утром натощак. При грибковых и паразитарных заглеваниях кожи, помимо примочек, компрессов и сока, рекомендуют выпивать по одному стакану в день натощак. При авитаминозах и анемии по половину или одному стакану 3-4 раза в день в течение месяца. В случае высокой температуры березовый сок пьют по одному стакану перед едой 3-4 раза в день. При хроническом насморке весной каждое утро по одному стакану свежего сока. И еще много чего полезного делают из березового сока в народной медицине и в косметических применениях. Будет для лица, волос и кожи. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Будет приятно, если вам понравилось мое видео. Вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем всего доброго, пейте березовый сок и будьте здоровы! С вами была Светлана на своем канале Светлый Обзор. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода